Забавно, что я не думал снимать целую серию видосов про недельный опыт использования игровых систем, но вам это понравилось, поэтому будем продолжать. Сегодня за свои полки я достал PS3. Удивлений было множество, но вот положительные они или нет, вы сегодня узнаете. PS3 для меня это отличная консоль, которая после своей актуальности стала набирать обороты, потому что появилось море прошивок, что дело эту игровую систему только лучше. Но перед тем как начать, если вам нужны дешевые игры и подписки для PlayStation, то рекомендую сайт xdfizboxdfizstore.ru. Вы можете спросить, а при чем здесь игры PlayStation к сайту, в котором есть название Xbox. А дело в том, что на этом сайте имеется раздел для PlayStation. Переходим в раздел PlayStation Plus и видим основные подписки. Вы можете приобрести здесь PS Plus Deluxe на 3 месяца, либо на 12. Купить PlayStation Plus Extra на 12 месяцев, либо Essential тоже на 12 месяцев. Цены низкие и урвать годовую подписку за такой прайс это выгодно и полезно. В разделе покупка игр вы найдете мега крутое предложение. Вы можете заказать себе совершенно любую игру от 800 рублей до 12 тысяч. Не нужно ждать отдельных предложений с играми, вы самостоятельно указываете сумму, платформу, на которую желаете купить. Это либо PS4 или же PlayStation 5 и название игры. Также имеется возможность получить скидку в 2% при заказе от 500 лир, либо 3% от заказа на 1000. Можно заранее связаться с администрацией и обсудить все моменты. Отзывы реальны, это только подтверждает надежность этого сайта. Игра быстро оказывается на вашем аккаунте, ребята работают оперативно. Вы также можете заказать в группе ВК предзаказ на году 4 Рагнарёк. Это та игра, которая поднимет продажи PS4 и PS5, поэтому поспеши и лучше заранее приобрести годноту, чем потом, когда все ваши друзья и знакомые пройдут легендарный проект, ловить спойлеры и не заказать свои сети во избежание их. Поэтому, если вам нужны игры и подписки для PlayStation в это нелегкое время, то смотрите в описании и там найдете все необходимые ссылки. С каждой новой неделей восхищение от следующей консоли только растет. Еще до старта этого челленджа я понимал, с какими нюансами и плюсами я столкнусь. Но все равно на душе было так тепло и возможно это из-за того, что я стал играть заметно реже. Чем это было в прошлом году, а возвращать себе ностальгические воспоминания подобным образом вещь крутая. Эта неделя была спорной, потому что некоторые минусы вызывали дискомфорт. Но тут же ты находил плюсы и такой, не, все здесь нормально. Возможно я предвзят к тройке и не знаю как вам, но мне безумно нравится PlayStation 3. Это настоящая машина, которая несмотря на свой возраст способна еще удивить. А чем собственно она удивляет? Кто бы что ни говорил, но прогресс с каждым поколением PlayStation чувствуется. И так как я всегда начинаю с геймпадов, то и здесь не станем исключать этот момент. Меня порадовала в нем автономная работа. Не понимаю, почему некоторые люди отмечают, что Dolorshock 3 держит заряд так себе и не выйдет им пользоваться без заряда даже пару дней. Но прикол в том, что за эту неделю я ни разу его не заряжал. И каким аккумулятором был с коробки в моем контроле, таким он и остался. Может это пишут люди, у которых паленые геймпады, но у меня никогда не было такого, чтобы я играл день. А на следующий или даже в этот мне нужно было его подключать к консоли и ждать, когда Dolorshock 3 зарядится. Но вот на китайском хламе, конечно, было и не раз. Если у вас геймпад не родной, то не нужно ставить все контроллеры под одну крышу, ибо вы сами должны понимать, что отличия в комплектном контролере с ноунеймом колоссальные. Поэтому автономная работа удивляла что тогда, что сейчас, ибо полного заряда мне хватило на целую неделю долгой игры. Помню, когда играл еще больше, я специально приобрел себе один геймпад, чтобы можно было комфортно играть на одном Dolorshock, заряжать другой, так как и меня, тем самым получать шикарный бесперерывный гейминг. И для меня странно, что люди не замечают потрясающую работу третьего Dolorshock, ведь о ней не говорил только ленивый. Аккумулятор приятно удивляет, и когда стройке я перешел на PS4, то сразу же прочувствовал все нюансы, которые могли только быть. Вот его приходилось часто заряжать, и несмотря на то, что это восьмое поколение консолей, я практически всегда играл по проводу. Благо для четвертого Dolorshock, и не важно, как именно ты начинаешь его заряжать, я просто это делал от удлинителя. Что касаемо удобства, в руках Dolorshock 3 лежит как нужно. Все кнопки под рукой, и это привычное расположение, которое знают все со времен первой PlayStation. И все ли так хорошо на самом деле? Нет. Задние триггеры. Как бы вопросов к ним не было, если они бы не нажимались от любого вашего легкого движения. Я часто задевал эти триггеры, и в играх главный герой делал те движения, которых я точно видеть не хотел. Об этом я несколько раз говорил в своих видео, и это не дело привычки, это проблема, которую уже никак не решить. И знаете, пусть будет лучше так, чем когда Sony хотели изначально представить геймерам контроллер в виде банана. Уверен, что он нашел бы немного иной способ применения в повседневной жизни. Но играть на таком явно было куда менее удобно, чем на том, что получилось в конечном итоге. Радуют ли гироскопы? Так как я видел этот прием сотни раз, то конечно в наши дни он совсем не радует, и даже наоборот напрягает. Но я помню свое первое знакомство с тройкой. И трясти что-то не под столом, а у всех на виду было прикольно. В некоторых играх PlayStation взаимодействие с этими гироскопами настолько часто встречается, что эта инновационная функция начинает напрягать. Но Sony нужно было показать, дескать смотрите, у нас есть то, чего нет у конкурентов, с своей задачей они справились. Но сегодня это может быть настолько навязчиво, что эти фишки могут запросто оттолкнуть. Я помню, как я купил паленый геймпад, и пока заряжался, Алик решил сыграть на нем. Этот контроллер был приобретен социально, скинуть его в руки какому-нибудь знакомому при игре в компании. А сам бы я таким образом остался со своим геймпадом. Ну а че мне? Не буду же я у себя дома играть на хламе. Запустил то ли второй киллзон, то ли третий, и там нужно было повернуть винт при помощи гироскопов, которых в этом контроллере не было. Моему удивлению в тот момент не было так же предела. Это самое мягкое, что можно подобрать. Неприятно все же получить урезанный контроллер, у которого к тому же деревянные стики отсутствуют себе на вороты. Но зато дешево, и мой план удался. Забавно было наблюдать за тем, как мы играли в спортивные симуляторы, и чел из-за этих кривых стиков не мог ничего сделать. Плюс 10 к читерству. Поэтому геймпад для тройки нормальный, но нюансы, к сожалению, есть, это задние триггеры, про которые мы уже говорили. FPS в играх. Не важно во что я играл, а важно то, что практически во всех запущенных мной играх я видел жесточайшие просадки FPS. Вот, например, RDR. Графика вроде неплохая, ты смотришь вступительную, кацаной такой, неплохо, неплохо, PS3, удивляешь. Но потом начинается геймплей, и ты видишь 15 FPS. А еще прикол в том, что как только заканчивается неделя с консолью, я тут же начинаю использовать новую. И следующей игровой системой, на которой будет видео, либо еще не знаю, потому что видос еще одной недели почти готов, это Xbox 360. Сейчас я играю на ящике, и когда я подключил две консоли к одному телевизору, чтобы взглянуть на отличия, моему удивлению не было предела. Хотя подключать их вместе не стоило, ибо все отличия стали мной заметны с самых первых секунд. И как бы уделять внимание Xbox в видосе о плойке не самая лучшая идея. Но так хочется, поэтому попробуем, думаю вы против не будете. Графон на ящике заметно лучше, вы это слышали и видели сотни раз. Но отличия здесь прям колоссальные. Будто бы ты запустил RTR на низких, а потом на высоких. Вот такие ощущения складываются, да. А что касаемо FPS, я не знаю как это комментировать. Низкое значение, которое вообще нестабильное и просаживается постоянно. Я смотрел на эти две картинки и понял, что завершить прохождение на плойке я не смогу, и играть дальше не стал. Чисто не видел в этом никакого смысла, ибо понимал, что спустя пару дней меня ждет то, что я хочу видеть от старых консолей. Стабильность и хорошая картинка. Так еще и мне показалось, что игра на ящике работает не в 720p, а в Full HD. Может происходит какой апскейл, но если серьезно, все игры на ящике в Warcraft 1080 в то время как на плойке в обычном HD, то ящик мощь причем такая, что помимо видоса о неделе с Xbox 360 и ящик на максималках, нужно будет делать еще одно крутое видео про Xbox. В общем низкие FPS и такая себе картинка в RDR мне смутила, играть больше 15 минут я не стал и не хотел этого делать. Наверное странно, когда ты играешь всю неделю на PS3, но при этом эксклюзив оставляешь напоследок, либо их скипаешь. Хотя объяснение могу найти. А дело в том, что они пройдены множество раз, эти игры коридорные и нет свободы действий. От тебя ничего не зависит, ты будто смотришь фильм и нажимаешь кнопки. Речь идет не о всех экзах, поэтому в них играть я не стал. Но запускал именно второй Гутуфорс PS2, чтобы увидеть в Full HD 60 фпс и хорошую картинку. Все-таки для плойки это редкость. И вот я решил вспомнить былые времена в Fallout New Vegas. И мне нужна ваша помощь. Дело в том, что это мое пятое, если не двадцать пятое перепрохождение Fallout'а на PS3. И всегда были вот такие нюансы. У меня, как вы помните, очень много консолей PS3, и на любой из них Fallout New Vegas беда. Игра сначала работает хорошо, но затем твой главный герой развивается, ты открываешь все больше локаций. У тебя в инвентаре миллион стимуляторов, и в общем явно нагружаешься с тем больше, чем со старта. Так вот, у меня всегда на тройке присутствовала такая ерунда, что ты можешь выйти из какого-нибудь убежища, дома, помещения, неважно. Либо наоборот в него войти, и если до этого все было норм, то войдя или выйдя, игра начинает показывать слайдшоу. Это не шутка, там нет даже 10 фпс, просто слайдшоу, которое решается выходом из игры. И когда ты вновь войдешь в Fallout, все будет ок какое-то время. А затем в новом моменте будет слайдшоу. Не знаю с чем это связано, но такое было только на плойке, и только с этой игрой. Информацию по этому вопросу я не нашел никакую. Скачивал разные версии Fallout, а ничего не помогает. В один момент хоп и все. Перезаходи в игру, либо вообще выключай с розетки, потому что консоль может зависнуть. На карабоксе у меня были какие-то очень долгие загрузки, когда ты выходишь, либо входишь в помещение, а здесь прям вот такая беда. Думаю, что кто-то сталкивался, напишите об этом. В других играх я также видел проблемы. Играл в мафию, непроизвольно обращаешь внимание на пиксельный дым с трубы автомобилей. Отсутствие травы во многих местах. Просадки FPS, когда стараешься добыть этот дым из трубы, и в общем. Тройка в этот раз не порадовала, но неужели дело только в графике FPS? Да, только в них проблемы, а на что еще стоит обращать внимание, когда ты играешь? Ладно, окей, я готов смириться с отвратительной картинкой. Могли бы дать мне игру графически, как на PS1, но оставьте хороший FPS, но нет. Здесь нет ни графики, ни FPS, ни разрешения, и ты будешь обращать внимание на это. Невозможно не обращать внимание на то, что получили люди, приобретя тройку. И может кто-то будет писать, что я не прав и так далее. Очень смешили комментаторы, которые писали, дескать, нет. RDR работает хорошо, и там вообще графон лучше, чем на Xbox. А с каким Xbox ты сравнивал? Если только с оригиналом и игрой Red Dead Revolver. Но серьезно, хватит смотреть на очевидные вещи и отрицать их из-за ностальгии. В EXO все замечательно, там тебе и хорошая графика, и FPS сравнивать не с чем. А ради мультиплатформы брать тройку, но явно такое делать не стоит. Да, здесь обычные прошивки, с которыми разберется даже самый ленивый. Но и на Xbox все просто. Вот такие ощущения у меня оставила PS3 после недельного использования. Ради EXO брать PS3 можно, их много и даже есть те, которые еще не добрались до ПК. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, и до новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok